Глядя на еду, настоящую или нарисованную, они первым делом считают хлебные единицы. Официально в Забайкале около 27 тысяч людей страдает сахарным диабетом. Но две трети больных даже не подозревают о своем заболевании. 90% из тех, кто наконец обратился к врачу, о диагнозе узнали только спустя 5-7 лет после начала болезни. Конечно, очень обидно слышать, когда пациент приходит и говорит, у меня год назад, два года назад уже находили сахар. Сказали, он немножечко повышенный, но ничего там сладкое не кушайте. Это то золотое время, когда мы теряем возможности терапии очень серьезные, когда гибнут вот эти клетки, вырабатывающие инсулин. В школе больного с сахарным диабетом при Краевой клинической больнице забайкальцев учат соблюдать диету и двигательную активность. Рассказывают о современных препаратах. Евгений Шильников узнал, что болен диабетом в далеком 95-м. Более 20 лет уколы ставил сам себе. Два раза в сутки это было изначально, как я только выписался. Потом дошло до того, что в сутки ставил уже около семи раз. Благодаря современной медицине стало возможным забыть о шприц-ручках. Не так давно диабетики используют инсулиновую помпу. Она незаметно под одеждой, а главное – адаптируется под конкретного человека, поддерживая показатели сахара в крови на одном уровне. Помпа подает инсулин в определенную дозу 24 часа в сутки, определенное количество инсулина. Коррекция инсулина проводится у нас в течение всего периода госпитализации. Корректировать мы можем на инсулиновой помпе, а также на глюкопультах. То есть специально проводится глюкопульт. Здесь мы можем непосредственно задать, какая скорость. При современных подходах добиться стойкой ремиссии намного проще. Решающий фактор – узнать о диагнозе как можно раньше. Проверить это легко. Возьмите глюкометр у знакомых или загляните в поликлинику на диспансеризацию. Это большая социально-экономическая проблема, потому что это очень дорогое заболевание. И вот если посмотреть структуру расходов, то само лечение сахарного диабета – это всего лишь одна десятая часть. А девять десятых – это лечение диабетических осложнений. А последствия непоправимые – инсульт, инфаркт, почечная недостаточность, атеросклероз и даже летальный исход. Поэтому обязательно сдавайте кровь на сахар минимум раз в году. Полчаса потраченного времени потом окупится с лихвой. Наталья Оршинская, Максим Лобачев, ЗАП-ТВ.